Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре мы расскажем не про один, не два, а сразу про три наших модуля. Встречайте, датчик вибрации, датчик наклона и вибромодуль. Как вы уже поняли, два из трех модуля это датчики. Зачем же они нужны? Цифровой датчик вибрации будет полезной вещью при создании домашней системы сигнализации или для оснащения проектов режимом сна, когда при отсутствии вибрации в течение определенного времени устройство переходит в режим энергосбережения или и вовсе отключается. Вам подобный режим может быть знаком по утюгам или паяльникам, во многих моделях которых такой датчик уже присутствует. Цифровой датчик наклона пригодится в тех случаях, когда важно знать, в какую сторону был наклонен предмет. В зависимости от этого на выводе модуля будет появляться либо логический ноль, либо логическая единица. Ну и третий наш сегодняшний герой намеренно создает вибрации благодаря наличию дебалансного вала на оси ротора коллекторного электромотора постоянного тока. Ось инерции вращения этого вала не совпадает с осью вращения ротора мотора, что приводит к возникновению вибраций. Электромотор питается через встроенный в модуль стабилизатор, благодаря чему снижаются создаваемые мотором помехи в шине питания. Принцип работы такого модуля должен быть вам известен по режиму вибрации в мобильных телефонах. Там используется подобный вибромодуль просто размером поменьше. Ну или по работе вашей старой стиральной машинки, когда она скачет по всей комнате. Данный модуль можно использовать для добавления обратной связи в джойстике, пульты управления роботами, для создания будильника или бесшумного режима оповещения и многого другого. Все три модуля выполнены в тремо-формате, потому могут быть установлены как на Tremo SetShield, так и в удобный ПВХ-корпус. Подробное описание каждого модуля с описанием подключения, настройки и работы вы найдете на нашей вики, ссылки на которые мы оставим в описании под видео. Следите за обновлениями на канале, для чего жмите лайк, подписаться и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Свежие новости о новинках, проектах и многом другом вы всегда найдете на нашем сайте или в нашем телеграм-канале, ссылку на который мы как всегда оставим в описании под видео. Всем пока!